здорово всем ребята дорогие друзья всем привет опять снова мы в эфире прямом эфире дорогие дамы и господа начинается новое видео да не шутка конечно ребята всем здорово опять опять новое видео я хочу снять но хочу видео снять немножко серьезно поговорить о короне вирс что я имею в коронавируса ну что я могу думать каждый место надоело но от этого никуда не деть я не знаю что мне думать потому что скоро подходит мой очередь вакцинироваться потому что я из групп приоритетах и также сама тоже гуннер тоже по по работе ему тоже надо будет вакцинироваться потому что он работает с людьми и оба мы всего сейчас видим тогда и обсуждаем мы не знаем что какое нам решение принять ребята знать что я думаю ребята пишите комментарии что вы думаете о короне вирисы стоит нам вакцинироваться или нет и пишите комментарии что вы думаете и напишите как у вас происходит в вашем стране и какие правила у вас вашем стране происходит для вот потому что я не я что я считаю так вот почему вот люди которые вакцинируются до получает 2 вакцины но при этом все равно соблюдать всякие вся все правила ношения маски держать дистанцию все правила те же самые которые не в акции не вакцинированные люди вот разница то какая зачем эти маски или зачем эти ограничения для тех людей кто это вакцинировался потому что они уже угрозы не могут создавать и сам человек уже не сможет заболеть так сильно или как вы там считаете ребята потому что у меня уже наш гонор и мне нам уже хочется уже показать вам ребята видео за пределом норвегии но норвегии тоже будет покажем ферды и покажем все остальное но это тоже в норвегии тоже такая страна что все боятся короны все боятся держать австану потому что со мной такой случай произошел в магазине тогда еще не было обязательно ношение масок я так подхожу говорю по телефону подхожу полки чтобы выбрать себе продукцию даже не думал об этом а тут один человек такой старый человек так начал орать типа отойди и держись на расстоянии два метра метра разозлила потому что потому что мне было неприятно что так так можно говорить и люди как овцы или бараны стада баран что сказали то они делают вот это я считаю может быть норвегия одна из этих что очень люди верят в это может быть и какой-то вирус есть ну я не знаю потому что очень много информации один так говорит один так говорит я это принимаю информацию оттуда отсюда потом принимаю решение что я не в итоге центр центр я в итоге я не понимаю что мне надо вывод от от этого всего какой вот и вот это насчет этого я до сих пор не могу понять потому что скоро я получу это сообщение второе я не знаю я не знаю потому что все это интересно конечно все это интересно но уже я же к сожалению гумер и я уже скоро будет один год как мы здесь находится норвегии не можем выехать за пределы страны нет пожалуйста конечно мы можем самолеты летают но надо тогда соблюдать карантин 10 10 дневный то есть туда 10 дневный и обратно сюда 10 дневный и справочка что у тебя нету этой короны немножко я немножко не понимаю этого не понимаю потому что если все равно это карантин ты должен и при этом вот это перемешиваю когда когда начинаешь садишься в самолет и другую страну на час полтора ты ну час двадцать пять минут эти должен быть тест с обеи стороны то есть от с моей страны и когда я уезжаю оттуда страны этот премежутка ради этот премежутка тебе нужен негативный тест короны и еще надо сидеть в карантине и за свой счет в отеле к надо платить за свой счет это кстати это и в латвии так призят происходит и в норвегии тоже за свой счет ребята это вы представляете это получается они сделали так что ну нельзя тогда и работать нельзя не куда ехать ты пожалуйста самолеты идут ходит ну правила какие сделали потом компания говорят удивляется почему столько много мало мало людей которые кто-то летает вот но ты всему к этому и смотрю конечно я просто уже в замешательстве и вот и тоже не могу принять решение сделать мне этот эту эту прививку или нет потому что если ты не сделаешь тогда тогда тебя не выпустят и кстати слава богу у нас в европе отказались от было расшуждение что надо и заводить электронные паспорта на корону но потом мне потом гуннер мне сказал что правительством здравоохранения решили этого не делать потому что свободы человека как бы это должно быть важней но в китае я не знаю что там китай творится но в китае там это уже там нехорошо творится нет демократии люди постоянно чем контролем вот на видео где он бы там не был у него контроль а где свободы я вот так думаю и конечно вот сейчас у нас было очень обязательно маска обязательно магазинах обязательно ходить там покупать продукты сейчас в этой этой неделе которая была отменили это правило что-то не маска не обязательно именно в магазине но все равно вот когда ты заходишь в магазин и гуннер тоже это испытал без маски потому что потому что надоело ему маску носить именно по работе но в магазин когда заходит не обязательно и тут ему человек говорит так не говорит а типа сразу шарахать степут и по сторонку типа дает знать чтобы гуннер понял что держись от расстояния и так и на тебя так сможет что ты без маски все это говорит о том что очень легко управлять народом а народ это что овцы или либо раны конечно извините за эти слова ну просто это наблюдаешь за этим всем вот и думаешь какому времени живем и жалко чтобы не оценили то время когда было этого не было той короны и да что жизнь штука интересная всегда что-то новое главное было бы хорошо если бы бы этот враг был там прибил там прибил к коклу и там застрелился то есть этом . а у нас же враг не видно невидимый и если этот враг невидимый вот чем вопрос или это политическая вся планы ну не мне это говорить вам ребята не мне это осуждать ну просто я тоже об этом чувствую себя ограничить ограничение свободы вот этого его я не понимаю так что вот такое мое мнение о короне моего мнения взгляда на это все а теперь ребята скоро будет пицца и поедем заказывать будем наслаждаться пиццей ну ребята а теперь за мной за пиццей а пока мы на том что что игры можно только отведать в чем-то давайте какое Nolan вот такая соус такой кременый. Но ничего, будем без этого, ребята. Сейчас будем внутрь, будем наслаждаться пиццей, не думать о только negативных. Грублова, вакцина оврем, пицца. Да, и не будем думать о вакцине. Ну, не будем думать, будем кушать, и буду, а может быть, я буду думать, что дальше делать. Может, пицца поможет решить какие-то решения. Ну, ребята, смотрите. Вуалам! Половина кебаба и половина курица. Такая пицца такой. Будем так закусывать наше горе. Так что берем этот Pepsi Max, ну, без сахара. И где мы будем кушать? Вурстовый спиза? Говорят, что я был топ-тур, да? Да? Я был топ-тур. Аааа! И знаете, мама... Мама... Кстати, мама, она, кстати, шла, у нее была конкретная прогулка в горы забраться. Первый год, первая топ-тур. Первый год, в этом году, прогулка в горы. Пешком. И она победила. Она очень довольна. И этим будем исправление. Калории обратно она будет набирать. Аааа... Дрессейной... Роман. Тэн-тэн-тэн-тэн-тэн-тэн-тэн-тэн-тэн-тэн-тэн. Так. Ну, вот решили улучшение. Есть у нас это есть. Буду кетчуп? Эээ, нет. Не буду кетчуп. Ээ, я не буду кетчуп. Эээ, я не буду кетчуп. Эээ, я буду кетчуп. Эээ, мы будем сидеть на улице. Ребята, я думаю, если будем сидеть на улице, мне же прохладно. Но... Нормально. Нормально. Ну, а теперь берем печку, ребята. Я хочу одну сторону. А, руки надо было помыть. Руки мыть, ребята! Руки! Чтобы не кричали, не орали, что... Ааа, где руки помыть? Мы это помыли руки. Гигиена на первом очереди. И берем пиццу. И на травское наслаждение. И кетчуп. И стакан. И, 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 и... Да. Ну, вот, ребята. Хочу на этом видео закончить. И сказать спасибо, что вы нас смотрите. Подписывайтесь. Смотрите. И наслаждайтесь. osse. А теперь, ребята, пока-пока. А теперь, ребята, оооооо! Ооооо! Пока-пока-пока! Продолжение следует...